Привет, зритель! Сейчас тебя ждет моя уходовая косметика на май. И у нас еще даже апрель. В общем, начну я с мыла. Когда я приобрела эти очки, ну в смысле забрала уже, и приобрела сковородку, в том же магазине я увидела мыло. Ну, у меня как бы есть мыло, которое мне подарила подписчица Лёлька. У меня как бы есть мыло, которое я покупала во фрошей еще кусочек. У меня как бы есть мыльная основа, где-то около 2 килограмм разного вида. Я могу себе сваять мыло при желании. Но на меня смотрела вот это мыло, это уже упаковочка. Это у нас Камей, Франция, купаж цветочных масел. Романтик. Туалетное мыло, нежная кожа и уточенный аромат французской розы. Честно, немножко разочарование, я не очень там розу почуяла. Но суть такая, что я его вскрыла, я им пользуюсь. Тут 85 грамм. И я думаю, этого мыла мне хватит на май месяц. Ну, а не хватит. У меня там есть еще на кухне мыло открытое. Но я упаковочку не могу показать. Потому что как бы она уже будет в пустых баночках. Детское там мыло у меня, если вдруг что. Но я думаю, что мне его хватит. Чего мне его не есть? Так же я его буду. В общем, на мае у меня мыло Камей. Вот. В принципе, оно несколько иной формы, чем вот я последний раз когда-то там покупала 100 лет назад мыло Камей. Но тоже интересное. Что-то я так вот соскучилась по нему, взяла и купила. 32 рубля оно стоило, кстати, вот мыло Камей. Так, у меня все еще остается Алоэ Вера. И тут я его даже использовала не только как лицо увлажнить, кожу, рук, ног, туловище и так далее увлажнить. Как маску для волос я его использовала. И думала, что буду иногда пользоваться как маской для волос, помимо прочего. Так что вот Алоэ Вера у меня остается. Это у нас фудоголик. Это подарок от подписчицы Ани. Сазон, заказ был. Вот. 12 месяцев после вскрытия. Сделано в Корее. Хорошая штука. Тут у меня, кстати, его уже... Ну, где-то на 1 треть он израсходован у меня. Да, где-то так вот на 1 треть. Кстати, волосы после него если вечером нанести, ну, на кожу головы, там, помассировать, расчесать. Оно впитается и с утра будут вполне себе, как бы даже чистые волосы. Можно, наверное, его использовать, как бывает, типа сухой шампунь. А тут несмываемый шампунь. В общем, вот. Может, я сегодня его нанесу. Возможно, а может и нет. У меня остается бальзам для губ на следующий месяц. Я им практически в этом, пардон, в этом месяце, в апреле не пользовалась. Он у меня лежал в сумочке. Ну, теперь будет, как бы, лежать, наверное, на столе. Да, вот он у меня как-то странно до сих пор вот так есть. Потому что в апреле месяце, из-за всяких разных обстоятельств, которые в России, и не только в России, и вообще, не будем о грустном, у меня с сумочкой как-то особо выходить не получалось. Ну, я пользовалась несколько иным бальзамчиком. Он будет в пустых баночках, а этот у меня остается на май. Тейф Роше. Лимитка прошлого года, новогодняя красное яблоко. Рэд Эппл, Пом Руш. У меня остается крем для ног от Грин Мамы. Тонизирующий крем для ног. Питание. Конский каштан, армика, хмель, до уставших ног 100 мл. Ну, он, как бы, проходной вариант. Он не сколько для уставших ног, просто, как бы, для ног. 6 месяцев после вскрытия 100 мл. Я им что-то в этот месяц не особо пользовалась как-то. Как-то забывала про него. Ну, и... Может быть, поэтому его хватило, осталось больше и хватит на май. Я думаю, может быть, даже на начало лета его хватит. В принципе, он не настолько, чтобы сильно тратился. Можно сказать, что он даже... Можно его даже отнести к экономичному. Ну, как бы... Пусть будет хороший крем, но я вряд ли такой еще раз куплю. У меня продолжается этот шампунь. Может быть, его даже на начало лета хватит. Гринмама, формула тайги. Шампунь для жирных волос. Черная смородина и крапива. Тут 400 мл. 6 месяцев после вскрытия. 2 года срок годности. Он концентрированный. Как я уже много раз говорила, я его немножко так вот наливаю во флакончик из-под еврошевского геля для душа 200 мл. Как бы то, сколько вот обычно шампуня надо, чтобы помыть волосы. И разбавляю водой. Может быть, 1 к 10. Может быть, даже 1 к 20. И мне этого разбавления на 5-6-7 при мне не хватает. В общем, тут у нас осталось 1 четверть. Сегодня у нас 24 апреля. Но даже с учетом, что еще апрель не закончился, на май его точно хватит этого количества. Потому что я думала, что, ну, мол, наверное, он в апреле закончится. Ну, нифига. Вообще, очень хороший шампунь. И у меня из-за того, что я волосы покрасила, внезапно возникла нужда пользоваться после шампуня бальзамом-кондиционером для жирных волос от Green Mama. Формула Тайги, календула и лимонник. 400 мл. Он, к сожалению, расходуется намного больше, чем шампунь. Ну, как-то бальзамы и кондиционеры для волос, они всегда как-то больше расходуются, чем шампуни. Они почему-то так дико чешутся кончик носа. Я все терпела, терпела и не вытерпела. Они почему-то быстрее заканчиваются. Я концентрированных бальзамов и кондиционеров для волос как-то не встречала. Хороший. У меня как бы после мытья волос, волосы такие жесткие, не то чтобы жесткие. Вот бывает, что как бы моете волосы, они скрипят и настолько скрипят, что нужно каким-то кондиционером, там, бальзамом увлажнить их. А тут они, вот ощущение, что они не жирные, что они становятся сухими, настолько сухими, что прям вот хотят вот чего-то такого. А после этого они даже легче расчесываются. Поэтому я вот уже раза три, наверное, им пользовалась. Вот. Даже однажды помыла голову, уже после того, как покрасила, смыла шампунь и начала расчесывать. И понимаю, что мне легче намочить волосы, нанести вот этот бальзам, смыть его через какое-то время и вытереть волосы. И намного лучше все расчесалось. В общем, вот хорошее средство. Ну, в принципе, я их в паре покупала, но я как-то давно уже не пользовалась так, чтобы и шампунь, и после него какой-нибудь бальзам. Поэтому он у меня стоял уже просто, ну, может, когда-нибудь, типа, запользую. Вот это может когда-нибудь пришло в конце апреля. Даже, скажем так, на 2-3 апреля пришло. И домой растянется. У меня все еще живо. Хотя там совсем чуть-чуть осталось, но она очень экономичная. Это мирула, масло какао косметическое, упругость и тонус наружное, 25 мл. Тут было, покупала я его в аптеке где-то за 116 рублей. Я им иногда мажу здесь, вот иногда вот под глазами. Ну, похлопывающими движениями, потому что, если я, допустим, поздно ложусь или... По большей части, если я поздно ложусь и не высыпаюсь, или по какой-то причине встала рано, даже если уснула рано, и уснуть больше не получилось, у меня здесь начинает шелушиться кожа. Она сухой становится вот в этих местах. Оправа у меня до этого была несколько поуже, и оно вот здесь вот было. Теперь оно как-то вот... Еще не успела с этой оправой потрушиться в том плане, чтобы сухость появилась именно под оправой. Но, как бы бывает, я обычно похлопывающими движениями этим маслом здесь вот наношу. Но иногда вот просто само лицо увлажняю. Иногда руки, если там вот у меня кожа такая сухшеная, вдруг внезапно... Сейчас вспомнила, что забыла крем для рук помазаться. И иногда вот на ногти наношу. Ну, сегодня я вот сделала специально кролику маникюр. Поэтому масла уже не нанесешь. Но вот оно у меня остается на май. Возможно, в май оно будет в пустых баночках. Но, возможно, и нет. У меня остается, так сказать, последний флакончик тоника Green Mama. Матирующий тоник для лица от расширенных пор и черных точек с морскими водорослями. Морской сад 100 мл. Я уже много раз говорила, что у меня нет черных точек и расширенных пор. Но он со смешанной моей кожей хорошо себя ведет. Мне нравится. Тут, возможно, где-то 1 треть флакончика осталось. Так что вполне возможно, что он в майских пустых баночках уже будет. У меня также остается. Тут где-то меньше половины. Я сегодня даже им пользовалась. Это у нас Green Mama формула тайги. Молочко для снятия макияжа. Масло зародышей, пшеница и ромашка. 300 мл. Очень экономичное. Хватит на очень долго. Оно вас задолбает. Честно. Хоть тут 6 месяцев после вскрытия. И оно у меня уже на год просроченное. Но раньше у Green Mama было срок годности срез 3 года. И они как бы даже писали, что дают срок с запасом. То бишь, потом еще проживет. Оно совершенно не изменило свою консистенцию. Вообще никак. Ни запах, ни вид, ни что. Пардон. И очень хорошо смывает помаду. И блеск, и липки, и прочее. Ну и я иногда просто лицо увлажняю. Как бы протираю. Если бы это было просто молочко для лица, да. В общем, отличная вещь. Она тоже остается на следующий месяц. Я тут, вы-то не видите, но у меня тут баррикада. С одной, ближе ко мне слева то, что уже обозрелось. И дальше, ближе к камере, то, что слева. То, что еще собирается обозреться. Этот крем тоже переходит на май. Я им практически в апреле не пользовалась. Сегодня, честно, постараюсь его нанести на лицо. Green Mama ночной крем для лица. Чистая кожа пионы чага. Содержит чистое масло карите. Очень классно пахнет. Он, конечно, немножко по консистенции изменился. Как я уже говорила, не один раз. Но тоже очень хороший крем. Отличный вообще. На все возраста практически. Вот мне 36, внезапно уже. И он с моей кожей отлично сочетается. Это вообще как бы небольшая линейка чистая кожа. Там есть еще дневной крем. Ну, я даже не помню, покупала ли я его когда-либо. Но вот ночной крем пионы чага, он мне очень нравится. Покупала по сертификату от зрительницы на Green Mama, кстати. За что спасибо. Ну, и вам советую такой крем. Ну, и у меня продолжается быть паста зубная на следующий месяц, на май. Вот тут 2 трети, наверное, еще осталось. Или даже 3 четверти. Тут вообще 125 грамм. Это корейская зубная паста. Dental Clinic 2080 или 2080. Pro Milt. Самое мягкое. Мягкое очищение. Мягкое кремовое очищение. Буквально с ноготь надо. Чтобы вот и вспенить, и почистить, и вообще классно. Хорошо чистят вообще зубы. Ну, у меня как бы зубы молочные, кто не в курсе теперь, знаете. По большей части у меня там 6 зубов уже постоянных. Остальные молочные. Ну, и им всем нормально с этой пастой. Хорошо освежают. Так, у меня новый гель будет на следующий месяц. Это подарок от подписчицы Лёльки. Avon Senses. Чайная коллекция. Дзен мандарин и жасмин гель для души. 250 мл. Я его открыла буквально пару часов назад. Чисто понюхать. 12 месяцев после вскрытия. Очень классный аромат. Мне обычно такого флакончика, вот последнее время, как бы хватает. Где-то... Когда на месяц? Когда на полтора месяца? Вот. Не знаю как. Наверное, этого, думаю, хватит на месяц. В крайнем случае, можно мылом помылиться, если вдруг гель для душа закончится. Из тех, которые я вот на этот месяц следующий собралась пользовать. Безьянка хочет упасть. Так, у меня переходит на следующий месяц пенка и фраше. Гидровежиталь. В эко-тюбике 125 мл. Эко-тюбик на 25% меньше пластика. Гидровежиталь, очищающий гель интенсивное увлажнение. В общем, после пенки корейской, мизон от подписчика бывшего, наверное, уже. Короче, от зрителя Влада, который настолько экономичен, что там буквально надо капелюшечку с половинки моего ногтя, если не встретить. Вот это кажется очень неэкономичной. Там выливается такая приличная лужица. Причем, даже если хочешь вылить совсем чуть-чуть, приличная лужица выливается. Думаю, может, перелить немножко в какой-нибудь флакон и дозировать чуть-чуть. Но фиг знает, может, все равно будет выливаться много. Она не особо пенится, но хорошо очищает кожу. Кожа после нее, вот, на лице не стянутая. Увлажнять ее особо ничем не требуется. Ну, крайне редко так вот. Я думаю, что это совпало, там кто-то не выспался, кто-то, наоборот, пораньше встал или что-то в этом роде, или съел что-то не то. И тогда вот алойка самое то. В общем, хорошая такая пенка. Единственное, что действительно неэкономично. И вот этого выливается эта лужица, и ее потом заколебаешься смывать. Ну, вот у меня тут вот столько вот уже ушло. Я думаю, что, может быть, ее даже на начало лета, может быть, даже на июнь хватит. После вскрытия она живет 6 месяцев. Ну, 6 месяцев тут еще не прошло, и она еще была сделана во Франции, под присмотром Франции, а не как там в России. Это когда-то я делала заказ на и хорошее, и выбирала эту пенку в подарок. В общем, вот она у меня на май переходит. У меня крем вот этот стоял на тумбочке, и снова стоять там будет. Обычно иду в комнату, то есть из ванной там, или из кухни, повсюду помыла, или просто перед выходом, ой, надо руки помазать. Кстати, надо руки помазать. Вот сток совсем чуть-чуть, и мне этого хватает. Ну, иногда вот надо добавить, да? Ну, по большей части мне этой капельки хватает. Очень экономичный внезапно крем. Это подарок от подписчицы Лерки, тоже, по-моему, из ее новогодней посылки. Следует за мечтой. Крем для рук и тела, регенерирующий с мышкой. Вот русская фирма, 12 месяцев после вскрытия, 150 миллилитров. Вообще, огромный такой флакончик. Но я его пока не пользовала, как бы, как лосьон, допустим, для тела, да, или крем для тела. Я его пользую исключительно как крем для рук. Хороший, хорошо увлажняет кожу, быстро впитывается. Никаких там особо неприятных, ну, в смысле, ну, ничего такого, никакой пленки непонятной на руках не остается, на коже. Отличная вещь. Вот она у меня на май переходит. Возможно, она у меня вообще до сентября доживет. У меня внезапно случился, спасибо, Багздрав, за очередное сотрудничество. Крем для рук, провиадерм, для всех типов кожи и всех возрастов, номер 14, 50 миллилитров, пробиотический. Ссылка на этот продукт будет в инфобоксе, проходите, может быть, он вам понравится. 330 рублей стоит, но иногда у них там бывают какие-то акции и тому подобное. 9 месяцев после вскрытия, супер натуральный состав, без сульфатов, парабенов и ГМО, 98% настоящих, натуральных, пардон, компонентов. Очень классно, он быстро впитывается. Конечно, для супер сухой кожи рук, если вы там её ещё умудрились обветрить, он уже не особо поможет, но как профилактика для сухой кожи рук или просто вообще очень классный крем. Ну, и у меня в прошлый месяц тоже было как бы два крема, один был дома, другой в сумочке валялся. Ну, сейчас у меня чаще бывает один в этой комнате, а другой на кухне, и вот он чаще бывает на кухне. Тоже, в общем, остаётся он у меня на май. И, наверное, последний внезапно продукт ухола на май. Это Ivan Care, тонус с ароматом банана. Лосьон для тела для всех типов кожи, 400 мл. Я им редко пользовалась, когда руки мазала, когда ноги, когда спина. У меня что-то после душа частями как-то кожа бывает иногда, ощущение сухости, причём, ну, не сразу ощущение стянутости появляется. Очень классный аромат, мне так вообще нравится. Очень классная консистенция. Мне вообще очень нравится лосьон для тела серии Ivan Care. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Хорошо и спасибо. Ну, и он у меня остаётся опять вот на следующий месяц ухода. И не знаю уж, как получится. У меня иногда в тёплое время года очень быстро лосьоны заканчиваются. Иногда зимой вот как-то раз на раз не приходится. Ну, я надеюсь, что я про него не буду забывать и при первой возможности, надобности им пользоваться. Иногда я им даже как кремом для ног пользовалась. Вот что-то так выдавлю на ладошку, кстати. Ну, я думаю, многие знают, как выгодят эту консистенцию этих лосьончиков. Он тоже, кстати, ну, мне кажется, он такой экономичный. В итоге я им мажу ноги. Ну, вот у меня, наверное, и всё. Весь уход на следующий месяц, на май. Не знаю, много-немного. Я сначала думала, что, может быть, как на прошлый месяц. Чего-то уже нету. Чего-то обновилось. Если вы чем-то из этого пользуетесь сами, то дайте знать в комментах. Мне будет приятно посчитать. Итак, о, этот человек пользуется таким, что и я. Круто! Всем спасибо за просмотр. Пока!